Очевидно, Собянин в детстве случайно увидел в колхозном чуме или иранге фотографию Венеции. И она так запала ему в душу, что, обретя власть, данную ему Богом, то есть, прости господи, Путиным, он решил воплотить детские мечты в жизнь и таки превратить отданную ему на разорение Москву в некое подобие Венеции. И теперь, по ночам, невзирая на здравый смысл, неблагоприятные погодные условия и прорывной дождь, с каким-то залихватским свистом и грохотом, распространяя благоухание выхлопных газов под окнами благодарных за прерванный сон москвичей, не путать с оккупантами, заполонившими Москву, Торжественно шествуют колонны поливально-уборочных машин и тракторов, проезжая по одному и тому же месту раз по тридцать, в тщетных попытках превратить улицы и переулки Москвы в каналы Венеции. При этом вода используется питьевая, у коей в мире дефицит, а солярка дорогая, купленная на деньги налогоплательщиков, коих и будет по ночам, сия имитация бурной деятельности свалившегося на их головы градоуправителя оленевода, для солидности называемого также мэром. Как всякий житель бывшей страны со странным названием СССР, бывший вагул искренне ненавидит москвичей, считая по старой памяти, что им в этой жизни досталось все, а остальным не досталось ничего. И по мере сил и предоставленных ему возможностей он мстит им за свое несчастливое детство, проведенное в стойбище среди оленей. И его хоть и сложно, но понять можно. Трудно понять терпимость москвичей. Хотя, если Москва стараниями властей превратилась в дом терпимости и обитель толерантности, то что им остается? Им можно только посочувствовать. Так и хочется обратить внимание многоуважаемого мэра на то, что без него в Москве будет спокойнее спать по ночам, Что по нему давно уже скучает его малая родина, что окружающая его дворня состоит из таких же, как и он, воров, что олени лучше. Ну вот, колонна проехала, наступила благодатная тишина, и хочется спать, спать и спать, и нет сил бороться с ополоумевшими властями нашего несчастного Вавилона, то бишь Москвы. Какая организация? Это что, город или что это? Я даже не знаю, я уже... Нет, ну вы где работаете? Это Москворечье. Москворечье, я понимаю, что Москворечье. А это что, жилищник? Я приехал, меня отвезли, ничего не объяснили, и все. Это я понял. Вы относитесь к жилищнику или к муниципальному подразделению? К чему, к какому? Ну, мы дороги чистим. Вы дороги чистим. Только здесь Москворечье? Здесь, там, в промышленном... Понятно. Понятно. Ну, я вас, конечно, понимаю. Я писал в префектуру, и зампрефект мне ответил, что, согласно данным ГЛОНАСС, система ГЛОНАСС, поливочная машина проезжает один раз, всего-навсего, за ночь. И вот эти вот КАМАЗы проезжают два раза. Все. А нам сказали три раза. Хотя я лично считал, вчера, в совокупности, за два часа проехали восемнадцать раз. А, вчера это, с мылом поливали. С мылом поливали. Делать нечего, с мылом поливали. Еще мочалки. Да я не к вам, не к вам. Ну, извините, конечно, меня. Я понимаю. Нам что сказали? Ну, я не знаю. Нам сказали... Да это понятно. Понятно, что вам сказали, им тоже сказали, и тем тоже сказали, и тем, чем тоже сказали. И никто не виноват. Только мы все лето по ночам не спим. Ну, мы-то... Знаешь? С тем часа просыпаемся, и вперед. Вы самый последний край. Это самый последний. Это не нами. Самый последний мы. Потому что вам за это хоть деньги платят. Нам за это никто не платит, что мы не спим по ночам. Ладно, извините. Да ладно, ничего. А, можете же говорить, почему-то три раз мы поливаем, а надо только один раз. Да. Нам что сказали, будет ли то и делаем. Понятно. Ладно, извините. Все шлюпно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Интересно, Собянин читал Чехова? Продолжение следует. Продолжение следует.